Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Доброе утро, дорогие друзья! Я приглашаю к экранам всех третиклассников на урок литературного чтения. И спешу вам напомнить, что мы работаем в разделе «Собирай по ягодке на бережку завок». В этом разделе мы знакомимся с творчеством советских писателей, учимся понимать смысл юмористического произведения, наблюдать за особенностями речи героев и соотносить главную мысль с названием произведения. Сегодня на уроке мы продолжим с вами знакомиться с творчеством Михаила Зощенко и с его новым произведением. Но вначале давайте с вами подготовимся немножко и проведем речевую разминку. Давайте прочитаем все вместе. Мы плывем уверенно и строго, приближая дальний горизонт. Штормы и ветра нам не страшны, ждут берега нас далекой страны. Прочитайте это четверостишье медленно, с ускорением, тихо, громко и последний раз по слогам. Ну, молодцы! Думаю, что у вас все хорошо получилось. Продолжаем с вами работать. Посмотрите на экран и скажите, для чего нужны эти предметы. Рюкзак, палатка, компас, котелок, аптечка. Я думаю, что вы догадались, что все эти предметы просто необходимы в походе. Давайте подберем с вами синоним к слову поход. Что же такое поход? Поход – это пикник, прогулка, круиз, путешествие. Вот сегодня на уроке мы отправимся с вами в путешествие. Я думаю, что вы любите путешествовать. А что такое путешествие? Давайте узнаем, какое определение этому слову дает словарь Ожегова. Итак, путешествие – это поездка или передвижение пешком по каким-нибудь местам, странам, обычно для ознакомления или отдыха. И однокоренное слово «путешественник» – это тот, кто путешествует. Итак, значит, мы сегодня с вами отправляемся в путешествие вместе с Михаилом Зощенко и его произведением «Великие путешественники». Будем с вами говорить о путешествии и путешественниках. Тема урока – Михаил Зощенко, рассказ «Великие путешественники». Цель нашего урока – познакомиться с рассказом и ответить на такие вопросы в течение урока. Каков же смысл названия рассказа? В чем особенности нашего юмористического рассказа? И в чем главная мысль произведения? Итак, давайте обратимся с вами к заголовку. «Великие путешественники. Кого называют великими путешественниками?» Итак, во-первых, великие люди – это люди, которые несут какой-то подвиг, занимаются каким-то делом, полностью отдаваясь ему. А вот великие путешественники – это люди, которые в дальних и трудных путешествиях открывали новые земли. Давайте немножко познакомимся с ними. Итак, Христофор Колумб открыл Америку. Великий путешественник открыл Америку. Фернан Магеллан во главе испанской морской экспедиции совершил первое кругосветное путешествие. Витус Беринг, исследователь северных и восточных рубежей России, открыл пролив между Азией и Америкой. Афанасий Никитин, русский купец, совершил путешествие в Индию, пройдя туда и обратно по Каспийскому, Муравийскому и Черным морям. Поближе вы познакомитесь с великими путешественниками на уроках географии. Но у нас сегодня на уроке литературного чтения тоже будут великие путешественники. Итак, рассказ Михаила Зощенко «Великие путешественники». Это произведение, ребята, относится к жанру юмористических рассказов. Юмористический рассказ всегда затрагивает какую-либо проблему. Автор высмеивает тот или иной человеческий порог, заставляя читателя задуматься, присмотреться к окружающим, да и к самому себе. В основе юмористического рассказа, несмотря на всю его шуточность, лежит что-то серьезное, скрывающееся под забавной маской. И это и есть мораль рассказа. Если вчитаться, призадуматься, то вы обязательно ее найдете. Домашним заданием будет прочитать рассказ «Великие путешественники» и задуматься над тем, о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке. Я думаю, что рассказ вам этот очень понравится. Он действительно очень увлекательный, интересный, забавный и смешной. Маленькие дети отправились в путешествие, где с ними произошли веселые приключения. Главные герои Степка, Минька и Лёля. Минька и Лёля нам, ребята, знакомы по рассказу «Золотые слова», которые мы изучали с вами на прошлом уроке. Каждый из них по-своему забавен и наивен. Минька был самый маленький. Лёля приняла сухую ветку над головой за змею. А Степка узнал, что земля круглая и решил это проверить. Автор нарочно заставляет героев попадать в смешные ситуации. Здесь мы смеемся просто над нелепостью и необычностью этих приключений. А почему же ребята попадают в разные смешные истории, а им просто не хватило знаний и жизненного опыта? Ведь они не продумали маршрут, набрали много ненужных вещей. В свой рюкзак положили карандаши, скакалку, три рогатки, сачок для ловли бабочек, подушку от тахты, два одеяла и три рубля денег на покупку семечек и конфет. Дети совсем не имели представления о путешествии. Они даже забыли взять с собой компас. Как же они тогда определяли направление путешествия? А определяли они его забавным очень способом. Степка, когда отдыхал или ложился спать, протягивал ноги в том направлении, в каком надо было идти. Они не взяли с собой даже аптечку, поэтому, когда Миньку укусила оса, они прикладывали к больному месту сырую землю. Ночью они не смогли разжечь костер, не найдя на ней без солнца. Потому что для этого они взяли увеличительное стекло. А разжечь огонь с помощью увеличительного стекла можно только когда светит солнце. Наши герои оказались так себе путешественниками. В рассказе автором используются взрослые слова и выражения, несвойственные детской речи. Давайте понаблюдаем за ними. Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял. Задрав хвост, он гонялся за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Это о собачке Тузик. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям, сказал Степка, когда Минька стал плакать. Как такая речь выглядит, ребята, со стороны? Можно ли ее воспринимать серьезно? Автор использовал эти взрослые выражения в детской речи, чтобы нам было смешно. А какие еще слова могут встретиться вам в рассказе и непонятными быть для вас? Итак, смотрите. Кругосветное путешествие, совершаемое вокруг света, вокруг земного шара. Куда отправились ребята в кругосветное путешествие? Дальше. Привал. Это остановка в пути для отдыха во время похода и передвижения. Следующее слово. Перочинный ножик. Небольшой складной карманный ножик Минька подарил Степке для того, чтобы тот взял его в поход. Рукомойник. Сосут различные формы, служащие для подачи воды при умывании или умывальник. Ребята и рукомойник с собой прихватили в поход. Маятник. Качающийся стержень, прикрепленный верхним концом к неподвижной точке. Ну и космография. Об этом ребята говорили в своем рассказе. Это наука о Вселенной и мире. Итак. Автор по-доброму смеется. Великие путешественники, ребята, это те, кто в дальних и трудных путешествиях открывает новые земли. Почему же Зощенко называет наших героев великими путешественниками? Ведь они ничего не совершили, ничего не открыли нового. А автор по-доброму смеется над ними, иронизирует, так как дети в его рассказе наивно полагают, что делают великое дело. Давайте посмотрим, как каждый герой проявил себя во время путешествия. Итак, Степка организовал путешествия. Он был уверен в том, что сумеет обойти вокруг земли. Во время путешествия он руководил детьми. Говорил, что нужно сделать. Проявил себя как лидер, хороший организатор и заботливый друг. Он не боялся и вел себя очень уверенно. Ляля – любопытная и бойкая девочка, поэтому она пошла в путешествие. Она быстро устала, ей захотелось вернуться домой. Ночью ей стало страшно, и тут она проявила свою сообразительность и придумала, как заставить Степку вернуться назад. Ну и самый маленький – это Минька. Ему хотелось путешествия, но он не думал, что будет трудно. Он сам ничего не придумывал, а только делал то, что ему говорили Лелька и Степка. Он быстро устал и захотел домой. Ночью он боялся. Минька был рад, что Леля придумала, как им вернуться назад домой. Именно благодаря Леле кругосветное путешествие ребят закончилось благополучно. Все хорошо, что хорошо кончается. Рассказ Михаила Зощенко «Великие путешественники», как и другие юмористические рассказы, является поучительным. Благодаря прочитанному рассказу мы понимаем, что прежде чем что-то делать, нужно хорошо обдумать все. Учит нас рассказ также смелости, решительности и при этом быть ответственными за свои поступки, чтобы иметь собственную голову на плечах и думать, прежде чем соглашаться с чем-то. Главная мысль рассказа. Прежде чем браться за какое-то дело, нужно рассчитать свои силы. Итак, дома вы прочитаете рассказ и увидите все то, о чем мы с вами сейчас говорили на нашем уроке. А теперь давайте проверим себя, какими же вы внимательными были на уроке. Итак, посмотрите на экран. Ваши вещи, необходимые для похода. Что бы вы взяли в поход, что для вас кажется самым необходимым? Посмотрите внимательно. Итак, мы с собой возьмем обязательно аптечку, компас, атлас с картами, чтобы не заблудиться, спички, чтобы развести в костер, фонарик, ну и палатку. Совершенно верно. Молодцы. Следующий вопрос. Кто сопровождал детей в этом путешествии? Если вы были внимательны, смотрели на иллюстрации, то вы заметили, что с ребятами вперед всех бежала собачка Тузик. На что решил Степка тратить деньги в путешествии? Мы помним, что из копилки ребята достали 3 рубля. И Степка решил их потратить на семечки и конфеты. С помощью чего Степка захотел разжечь костер? Было уже темно, солнца на небе не было, и Степка собрался разжечь костер с помощью увеличительного стекла. Почему Минька захотел вернуться домой? Посмотрите, совершенно верно. Минька, как мы помним, был самым маленьким в этой компании. Его ужалила оса, ему было очень больно. Он плакал и хотел вернуться домой. И последний вопрос. На чем дети вернулись домой? Тоже, опять, если вы были внимательны, мы увидели иллюстрацию, то ребята вернулись домой на телеге. Ехал один добрый дедушка и их довез до дома. Так благополучно для ребят закончилось путешествие. Итак, наш урок, ребята, подошел к концу. Мы выполнили с вами поставленные цели и задачи, ответили на все вопросы, которые поставили в начале урока, познакомились с произведением Михаила Зощенко «Великие путешественники». И домашнее задание я еще раз повторю. Прочитайте, пожалуйста, рассказ Михаила Зощенко «Великие путешественники» и соотнесите его с теми моментами, которые сегодня были на нашем уроке. Спасибо за урок. Урок окончен. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»